Я думала, что я нашла хотя бы одну игру, где Ёши плохо проходит, а он, посмотри, ооо, Ланда, ты в воркауте, а еще игрушку однажды тоже по ошибке отдали, она была моя любимая, представляете? Не говори такие вещи, это грустно, это очень грустно. Ну, привет, и сегодня мы с ребятами будем взбираться наверх куда-то, вот туда, вот туда, вот куда-то, и эта игра очень нервотрепательная. Ну да, очень сложно, вот сейчас вы можете это понять, ударение, почему я хотела сказать ударение вместо управления, непонятно. Управление очень необычное, я пыталась объяснить ребятам, но в итоге, да, мышкой. А можно не мышкой? Я не поняла, как тут не мышка, если честно, какую тут нужно кнопку нажимать, я тут обнажималась кнопками, если честно, и, в общем, решила мышкой. Ну, вроде бы я немножко приловчилась. Ребят, можно делать проще, зажимайте левую клавишу мыши, и тогда вы, собственно, проще, тихо, тогда вы проще цепляетесь. Почему? Я пыталась так делать, а как, стойте, а почему далеко? Слушайте, да у меня вообще хорошо идёт всё. В общем, да, ты зажимаешь левую кнопку мыши, но тут ещё нужно, господи. Если ты так настроишь, чтобы ты схватился прям туда, то не получается. Да, потому что там иногда говорят тебе, что слишком далеко. Ну, ты получился. Почему, Ланы, высота 2, а у нас... А, всё, высота, всё, понял, всё. Я высоко. Ты очень высоко. Как нам руки отрывают? Ну, куда вы опять пошли? Вы, между прочим, сначала не понимали, как проходить, это обе. Мы до сих пор не особо понимаем. Не знаю, как это назвать. Я понимаю. Ну, куда вы убежали? Вот это вы, Ёша опять... Ну, ладно, ладно, здесь, Лана здесь. Хорошо, Лана здесь. Так, а Ёша опять убежал. Я жду всё. Я вас вот здесь вот буду висеть и ждать. Я качаюсь. Я думала, отлично. Я думала, что я нашла хотя бы одну игру, где Ёша плохо проходит. А он, посмотрите на него. Он просто проходит и проходит. Да, сейчас тоже втянешься. Ульяна, сейчас тоже втянешься. Так, я думала, я втянулась. Я до этого и отошла. Я думаю, ну всё, ну у меня получается. Отлично. Сейчас я как пойду, как пойду, и всё. Как же нас шатает, если честно. Это да. Это точно. Так, оп. О, неплохо, неплохо. Особенно страшно, когда ты нажимаешь справа снизу на освобождение. Ну, когда ты уже якобы прошёл. И иногда тебя может откинуть немножечко. А я не нажимаю на освобождение. А я по одной руке освобождаю. Я сразу две. Да? Я бесстрашно. Я хотела нажать сейчас, но я решила не рисковать. Я подумала, что я упаду. Давайте попробуем освобождение. Страшно. Ульяна, цени, как я вещу. Я не знаю, какую руку отпускать. Ладно, ты в воркауте. Крустая. Сейчас вот подъём. Оп-оп-оп. И чё, и чё? Не знаю, и всё, и хана. О. Ну, неплохо, неплохо. Ладно, я пойду. Ага. Вообще, там в учебнике нам говорили... Ну, я до конца его не доходила, если честно. Мне стало лень. Ну, потому что я, в принципе, поняла, и зачем мне проходить до конца этот учебник. Правильно? Ну, да. Ну, тоже, да? Плохой пример подаёшь, Ульяна, очень плохой. И при этом... Нет, ну что, на туториал. Ну, я... Ну, всё, пока. Так вот. И я забыла свою мысль. Ну, всё, спасибо. А можно сразу смотрю? Я мысль свою потеряла. Вот так отойти и сразу тут зацепиться. О-о-о-о. О-о-о, хитрости какие, интересно. Слушайте, а тут не страшно падать, Ульяна? Тут не страшно. Да что я делаю? Я дважды уже просто взял и... Вы видели, что я сделал? Это жесть. Я освобождение дважды нажал. Просто полное. А, и что тогда? Ничего, просто упал. Освободился. Что могло быть? Освободился, да. Ну, знаешь, как... Был освобождён. Дважды нажал, и будто бы ты освободился, а потом обратно присоединился, где был. Ну, как бы отменил действие. Ты что? Почему нет? Так вот, блин, я забыла. Я вспомнила и забыла. В общем, когда я учебник проходила, я вспомнила. Учебник, в смысле, туториал в этой игре. В самом начале можно пройти. И мне не понравилось взбираться наверх. Вот прям очень мне не понравилось. А почему? А там как-то мешала ступень, когда я забиралась наверх. Там мне что-то мешало. И прям неприятно было взбираться. Я не сразу поняла, как это делается. Ой, у нас потемнело. Да, я тоже испугалась. Мы так долго проходили 12 метров. Слушайте, ну мне кажется, мы, когда пройдём наверх, там, кажется, 100 метров и должен быть чекпоинт. 100 метров? Сколько? Обычно в таких играх 100 метров, да. Да мы тут... Хотя, может быть, это чекпоинты? Еле идём. Это да. Это да. Я надеюсь, что вот эти вот маленькие чекпоинты, это на самом деле чекпоинты. Потому что, ну, не хотелось бы 100 метров здесь вот так вот взбираться по чуть-чуть. Но зато мы станем качками. Да. Представляете, какая-то нагрузка на руки. Причём всё остальное наше тело, господи, прям болтается, когда мы... Ой, пытаемся пройти. А как? Отлично. Спокойно, спокойно, спокойно. Освободились. Отлично. Слушайте. А-а-а, подождите. Да, действительно, тут не так уж и сложно падать. Вернее, не так уж и обидно упасть. Потому что здесь вон лестница, смотрите. Ты упал в эту пропасть, ты поднялся наверх и ещё раз прошёл эту пропасть. Возможно, только здесь такая возможность есть. Но неплохо, что она здесь есть. Правильно? Правильно? Да. Мама. Мама. А как я здесь? Ага. А не хотите умереть, чтобы проверить? Нет, нет, не хотим. Нет, потому что мы посмотрели... Я вот сейчас посмотрела, там только спавн, а остальные, они как-то будто закрыты. И складывается ощущение, что либо надо пройти дальше, либо нужно было пройти туториал до конца. Не уверена. Блин. Кстати, это, я считаю, это плохая практика. Игра, запоминай. Ну как? Ну что, если ты не прошёл учебник, то теперь тебе нельзя чекпоинты использовать? Ну, там чекпоинт вот на 100 метрах, вот как и говорят. А вот эти маленькие штучки, там что-то требуется. Либо требуется с нас немножко робоксов, либо требуется прохождение. Я не знаю. Ну, у меня, в общем, это невозможно. Только на 0 метров можем вернуться. Эх, ладно, ну ничего, ничего, ничего. У нас уже 20 метров, мы сейчас как пройдём всё? 24, 25, 27. Я тебе уже будто бы не считаю. Ты опять вот тут убежал куда-то. Вот так, вот так, вот со мной нет. Я думала, я накаркала, мне аж стыдно стало. Ну нет, значит нет, всё нормально. Нормально? Нормально? Слушай, а ты права, очень неудобно забираться наверх. Вот, особенно если там какое-то ещё препятствие рядышком. Я на всякий случай всё равно буду ходить по этим мини-чекпоинтам. Подожди, а ты имела в виду прям наверх-наверх? То есть прям вертикально, да? Да, вертикально, конечно. Или просто вот так вот по диагональке? Нет, вертикально, вот сейчас я прохожу, вот 28 метров. Да-да-да-да. Мне как-то не очень нравится. Я полностью согласен, мне вообще не зашло. Очень неудобно. Ну, мышью просто шевелишь и нормально. Вонючая. Как-то, ну всё равно не так приятно, как вот сейчас вот мы будем проходить. Как-то, ну вот, оп-оп, и быстрее получается. Будто бы можно сказать, что ты привык к управлению. Стой, остановись. Ладно. А-а-а! Ой! Блин! Я этого и боялась. А я, а ладно, нормально, не так уж и далеко. Мне знаете, что ещё раздражает? Эти надписи слишком далеко. Слишком далеко. Отстань. Ой, вообще. Как хочу, так и делаю, да? Да. А если у тебя руки не дотянулись? Вы же не знаете длину моих рук. Действительно, Ульяна вообще волейболистка. Конечно. А у кого руки... Вы вообще Ульяну в жизни видели? У кого руки длиннее? У волейболистов или баскетболистов? Ну, я думаю, это в зависимости от роста. Ну, в смысле, я имею в виду, что среднестатистический волейболист имеет руки длиннее, нежели среднестатистический баскетболист. Думаешь? Если честно... Не знаю, это догадка всего лишь. Возможно, возможно. Я не утверждаю, что это верно. Мне всегда казалось, что у волейболистов длинные ноги, а у баскетболистов длинные руки. Потому что, ну, ты смотришь, а они там дотягиваются до этого... Да, это корзины. Спокойно. Просто вообще. Будто бы она рядышком. А я потом такая прихожу, в это колесо смотрю и просто... Слышно? 10 метров там чисто наверх нужно. Контрольно-пропускной пункт достигнут на 43 метрах, ребятушки. Это ты как сделал? Почему это? А как же 100? Ну, вот. Что значит, как же 100? Не знаю, вот. Смотрите вот тут. Придёте, смотрите. Блин, ну игра очень сложная на самом-то деле. Точнее, нет, она даже не сложная, она муторная прямо. Неприятная в управлении, как минимум. То есть, если вспомнить какие-нибудь оби без прыжков или с ограниченным количеством прыжков, то там сложнее, конечно. Согласна, да. Ты хотя бы знаешь, что там делать. Просто не прыгать. Допустим. А здесь вот это вот. Ты тоже знаешь, и вот так мышкой водишь, чтобы схватиться. Ну, ручку свою переводишь. Ну да, но это необычно. Ну, ну, как-то да. Далко просто, далко. А иметь надо в эти кружочки ещё вот это вот. Ой, да, реальный чекпоинт. Ничего себе. Ура. Ура. Так, а ну-ка давайте проверим. Можно потом? Вау. А, подождите. Не, можно было и до этого. Нет-нет, они только сейчас открылись. Ульяна, были закрыты флаги. Вот как дальше, видишь, требуется что-то написано. Так вот и было раньше. Тогда будто бы нет смысла в этих маленьких. Ну, только если ты хочешь вернуться и помочь другу, конечно. О, господи. Что происходит? Боже мой. Да почему здесь слишком далеко мне пишут? А ты мышкой вот так наведи, поводи в разные стороны. Блин, да я пробовала. Ладно, я умру. В смысле? Блин, тут снежок на этой штуке. Страшно. А он скользко? Вдруг рука соскользнет. Нет, это я просто выдумываю. Ну, кстати, если бы здесь были какие-то еще дополнительные препятствия, по типу лед там, или еще чего-нибудь такое. Ну да, было бы интересно, к сосиске болтаемся. Да, фух, блин. Мне на секунду показалось, что я разучилась играть в эту игру, потому что у меня вначале не получалось зацепиться левой рукой. Очень странно, очень странно. А прикиньте, какие бы мы сильные были в жизни, если бы вот так могли проходить. Фух, да, это точно. Столько висеть. Да вообще. Если ты просто висишь, это сложно, а вот так вот еще и передвигаться, это вообще жесть. Ну, кстати, еще неизвестно, что сложнее висеть просто или передвигаться. Потому что там вроде как, когда висишь, тяжело же, ты же без движения, а так вроде что-то меняешь. Блин, мы сейчас говорили про обе без прыжков, и я сейчас столкнулась с ситуацией, когда я думала, что у меня нет прыжка. Потому что обе же необычное. Ну да. Ну, опять же, обе. Ну, только руками все проходишь. Типа пойдет. Ну да. Смотрите, висят черешни. Да. Так, ну что, ну будто бы немножко становится скучновато проходить. Давайте, может быть, какие-то челленджи там себе придумываем. Кто? Какие челленджи? Хотя, нет, кто первее пройдет, это, конечно, я созла. О, Кори сидит. Надо поболтать с ним, наверное. Кори, человек? А ну-ка. Ой, кто ты? А, с другой стороны, я думала, кто это? Это камень красный. О, эй. Что случилось? А, так он что-то продает? Он просто дает. Продает. Отдает. Типа бесплатно. Странный синий жетон. Конечно, давай. Я его куда-нибудь положу. А у вас нет такого, что иногда просто очень сложно зацепиться одной рукой какой-то? Вот ты растягиваешь эту мышку, и там очень сложно попасть на эту зеленую. Надо двигать камеру, мне кажется. Нет, нет, кстати. Вот, да, я пыталась. Я просто удобное расположение вот камеры, да, выбрал, да и все. Ну ладно. Тот самый момент, когда я решила отпустить две руки. О, нет. Ну ладно. Жиза. Было, было, было. Да. Подожди, и что-то далеко оказалось? Ну, 43 метра. Ой, я иду в ту сторону. О, Ульяна. Подождите, а там же... А, там нельзя, да? А, нет, стойте, можно? Ха! Спасибо, Кори. Меня Кори спас. О, Коричка. Хороший. А, это вот этот жетон, получается, потратила, да? Ну, вроде как. Это, я так поняла, просто он дал возможность здесь возродиться нам. А, да? Нет, ну подожди, ну жетон у тебя остался сейчас? Это один раз или нет? А, я не знаю, я не знаю, я даже, если честно говоря, не видела, что у меня есть жетон. Ой, а у вас тоже трясется все? Бывает. Не знаю. Ульяна, ну вот посмотри. У меня ноль жетонов. Ну, ноль слева, ноль. А, значит, ты его, да, потратила. Но я не видела, был ли он у меня вообще или нет? Да был, но если ты поговорила с ним. Ну, конечно, был. Да, понятно. Того же трясется у вас или нет? Да трясется, трясется. А, да, я не могу больше забраться, да, действительно. Ой-ой. Ну, в смысле, вернуться. Ну, стоила она того, Ульяна, как считаешь? Да, конечно. Я думаю, что да. А вот знаете, вот как это обычно бывает? Вот ты чего-нибудь там, чего-нибудь у тебя есть прикольное, и ты вот это вот, ну, допустим, купил ты шоколадку и решил ты ее оставить. А потом она взяла, ну, до лучших времен, вот я с кем-нибудь поделюсь. А потом она взяла и все, и пропала, и срок годности у нее истек. Ну, ладно, шоколадка, плохой пример. Очень плохой пример. Как же долго ты ешь шоколадки, забываешь вкусняшку. Ну, ладно, она растаяла, а потом ты решил ее реанимировать, положила в холодильник, а ее потом кто-то забрал. Представляешь? Кто забрал из холодильника твоего? Ну, какой-нибудь сосед твой. Какой сосед? Не знаю, кошка стащила и съела. О, нет. Я просто ляпнула. Ну, хорошо, кто еще любит шоколад? Ну, какой-нибудь ребенок пришел в гости к родителям. Ко мне не ходит никто в гости. Ну, на день рождения. А к тебе? Мне нет. Ну, вот, а что ты фантазируешь тогда? Да я просто говорю вам какие-то ситуации возможные. Пытаешься привести аналогию, но не выходит, по-моему. Вообще-то отличная аналогия. Хорошо. Как скажешь. У меня, похоже, будто бы было. Однажды отдали мою шоколадку. О, Боже. А, Ульяна! Пожалуйста, можно я подарю тебе какую-нибудь шоколадку? Тебе грустно? А еще игрушку однажды тоже по ошибке отдали. Она была моя любимая, представляете? А, не говори такие вещи, это грустно. Это очень грустно. У нее были эти ушки. Не нужно, пожалуйста. Ульяна, пожалуйста, не надо. Ты понимаешь, ни у одной из тебя такие ситуации. Там сейчас ребята в комментариях тоже начнут плакать. Понимаешь? Мне тоже грустно уже, блин. Зато эта игрушка кому-то радость потом принесла, представляете? Я тоже сейчас плакать буду. Ой, все. Итак, давайте. Какая у вас там высота? Ну что? Высота такая, я тут висю. Ой, Ульяна, а ты прошла выше меня? Не знаю. У меня 67. Сколько у тебя метров? У меня 67, но я... А, нет, вот, Ульяна, нет, вот она ползет, ползет. Я тут специально висю, потому что здесь можно пройти случайно дальше и упасть. Я вот висю, чтобы... Ребят, тут камень меня бахнул. Камень. О, нет. Вот откуда эти звуки, если что. Если кому интересно. Ульяна, осторожно. Так. Тут очень страшно. Чего? Ну просто можно упасть, видишь? Можно пройти случайно. А, вот здесь дальше можно пройти. Да, да. Господи, действительно что-то трясется. Ой, немножечко меня начинает раздражать. Это обе... Да что ж такое, все трясется. Как это происходит? Юша, ты там уже дошел до чекпоинт? А, нет, я до сих пор на 87. Что? И там камни, которые тебя могут убить, да? Да, 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 да. Интересно, интересно. Так, наверное, я оп, отцеплюсь. Вы знаете, иногда так бывает, что ты поймал... Ой, спокойно. Я даже не знаю, как это сказать. Ну, в общем, ты понял, как проходить внезапно. Как-то быстро у тебя получается цепляться руками. А иногда так сложно. Ну, мне кажется, именно в камере дело. Вот правильно ставишь, и такой темп прям получается. Надо же еще найти. Так. О, мой маленький магазин. Да. Ой, ладно, ты что-то там прикупила, я вижу. Я прикупила. Цветочные. Ух ты. Они еще, по-моему, дальность увеличивают, мне сказали. Ух ты. Слушай, похоже немножко на... Как это, спасательные круги эти... Да, 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 да. Называются рукавники, в общем. Назовные. Чтобы плавать. Так, Кайра, добрый день. Так, у меня... О, у меня аж 830 денег. Ух ты. Не хватает. Там дальше паутина, тигры, конфеты. Ну, это не обязательно. Да, мне тоже на цветы хватает. Вот, кстати, цветы, но они дают столько же, сколько и вот игрушки, столько же, сколько и электрик. Видишь? То есть, ну, плюс 0,4. То есть, вообще не было разницы, что покупать. Так, вот я не знаю, игрушка купить, но она фиолетовая. Ешь, возьмёшь себе игрушки, а я возьму себе электрические перчатки. Обязательно, да. Всё, тогда возьму себе электрические перчатки. Договор. Плюс 0,4 диапазон. Угу, хорошо. А сколько дают паутина? А, плюс 0,45, 0,5. Самые крутые конфеты, конечно, 0,7. Ага, ну это дорого. Уаааа, смотрите, я опасная. Я прям искрюсь. Слушайте, ну я думаю, что я, наверное, буду проходить уже в следующий раз, такой вот опасный. На этом мы будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте жмать на колокольчик и всем пока. Пока. Пока.